Тапеллиус, зимняя сказка В большом дремучем лесу далеко на севере Финляндии росли рядом две огромные сосны Они были такие старые, такие старые, что никто, даже седой мох, не мог помнить, были ли они когда-нибудь молодыми тонкими сосенками Над всеми деревьями, откуда ни погляди, поднимались их темные вершины Весной в густых ветвях старых сосен пел веселые песенки дрозд А маленькие розовые цветы вереска смотрели на них снизу вверх так робко, будто хотели сказать Ах, неужели и мы будем такими же большими и такими же старыми Зимой, когда метель закутывала всю землю белым одеялом и цветы вереска спали под пушистыми снежными сугробами Две сосны, словно два великана, сторожили лес Зимняя буря с шумом проносилась почаще, сметала с веток снег, обламывала вершины деревьев, валила на земь крепкие стволы И только сосны-великаны всегда стояли твердо и прямо, и никакой ураган не мог заставить их склонить головы А ведь если ты такой сильный и стойкий, это что-нибудь дозначит У опушки леса, где росли старые сосны, на небольшом пригорке ютилась хижина, окрытая дерном И двумя маленькими окошками глядела в лес В этой хижине жил бедный крестьянин со своей женой У них был кулачок земли, на котором они сеяли хлеб, и небольшой огород Вот и все их богатство А зимой крестьянин работал в лесу, рубил деревья и возил бревна на лесопильню Чтобы скопить несколько монет на молоко и масло У крестьянина и его жены было двое детей, мальчик и девочка Мальчика звали Сильвестр, а девочку Сильвия И где только нашли для них такие имена Наверное, в лесу, ведь слово Сильва на древнем латинском языке значит лес Однажды, это было зимой, брат и сестра Сильвестр и Сильвия Пошли в лес, чтобы посмотреть, не попался ли в селки, которые они расставили Какой-нибудь лесной зверек или птица И верно, в один селок попался белый заяц А в другой белая куропатка И заяц и куропатка были живы Они только запутались лапками в селках и жалобно пищали «Отпусти меня!» – пролопотал заяц, когда Сильвестр подошел к нему «Отпусти меня!» – пропищала куропатка, когда Сильвия наклонилась над ней Сильвестр и Сильвия очень удивились Никогда они еще не слышали, чтобы лесные звери и птицы говорили подчеловечьей «Давай-ка и вправду отпустим их!» – сказала Сильвия И вместе с братом она принялась осторожно распутывать селки Едва только заяц почуял свободу, как со всех ног поскакал вглубь леса А куропатка пролетела прочь так быстро, как могли нести ее крылья «Подопри небо! Подопри небо! Все сделает, о чем вы не попросите!» – крикнул заяц на скаку «Просите, зацепи тучу! Просите, зацепи тучу! И все у вас будет, чего только не захотите!» – прокричала куропатка на лету И снова в лесу стало совсем тихо «Что это они говорили?» – сказал наконец Сильвестр «Про каких это? Подопри небо и зацепи тучу!» «И я никогда не слыхала таких странных имен!» – сказала Сильвия «Кто бы это мог быть?» В это время сильный порыв ветра пронесся по лесу Вершины старых сосен зашумели И в их шуме Сильвестр и Сильвия ясно расслышали слова «Ну что, дружище, стоишь еще?» – спросила одна сосна у другой «Еще держишь небо? Недаром ведь лесные звери прозвали тебя «Подопри небо!» «Стою, держу!» – загудела другая сосна «А ты как, старина, все воюешь с тучами?» «Ведь про тебя не зря говорят! Зацепи тучу!» «Что-то слабею я!» – прошелестела в ответ «Нынче вот ветер обломал у меня верхнюю ветку Видно, и вправду старость приходит» «Грешно тебе жаловаться! Тебе ведь только триста пятьдесят лет!» «Ты еще дитя! Совсем дитя!» «А вот мне уже триста восемьдесят восемь стукнуло» И старая сосна тяжело вздохнула «Смотри, вон возвращается ветер!» – прошептала сосна Та, что была помоложе Под его свист так хорошо петь песни «Давай-ка споем с тобой про далекую старину Про нашу молодость, ведь нам с тобой есть о чем вспомнить» И под шум бурьи сосны, качаясь, запели свою песню «Мы скованы стужей, мы в снежном плену Бушует и буйствует вьюга Под шум ее клонит нас древних ко сну И давнюю видим во сне старину В то время, когда мы два друга Две юных сосны поднялись в вышину Над зыбкою зеленью луга Фиалки у наших подножий цвели Белили нам хвою метели И тучи летели из мглистой доли И бурью рушила ели Мы к небу тянулись из мерзлой земли Нас даже столетия согнуть не могли И вихри сломить не посмели «Да, нам с тобой есть о чем вспомнить Есть о чем порассказать» Сказала сестра, та, что была постарше И тихонько заскрипела «Давай-ка поговорим с этими детьми» И одна ветка качнулась Как будто показывая на Сильвестра и Сильвию «О чем-то они хотят с нами поговорить» Сказал Сильвестр «Лучше пойдем домой» Шепнула Сильвия брату «Я боюсь этих деревьев» «Подожди», — сказал Сильвестр «Чего их бояться?» «Да вон и отец идет» И верно, по лесной тропинке Пробирался их отец с топором на плече «Вот это деревья так деревья» «Как раз то, что мне нужно» Сказал крестьянин, останавливаясь около старых сосен Он уже поднял топор, чтобы подрубить сосну Ту, что была постарше Но Сильвестр и Сильвия вдруг с плачем бросились к отцу «Батюшка», — стал просить Сильвестр «Не тронь эту сосну, это подопри небо» «Батюшка и эту не тронь», — просила Сильвия «Ее зовут зацепи тучу, они обе такие старые» «А сейчас они пели нам песенку» «Чего только ребята не выдумают», — засмеялся крестьянин «Где же это слыхано, чтобы деревья пели?» «Ну да ладно, пусть себе стоят, раз уж вы за них так просите Я найду себе и другие» И он пошел дальше вглубь леса А Сильвестр и Сильвия остались возле старых сосен Чтобы услышать, что скажут им эти лесные великаны Ждать им пришлось недолго В вершинах деревьев снова зашумел ветер Он только что был на мельнице И так яростно крутил мельничные крылья Что искры от жерновов дождем ссылпались во все стороны А теперь ветер налетел на сосны И принялся бушевать в их ветвях Старые ветви забудели, зашумели, заговорили «Вы спасли нам жизнь», — говорили сосны Сильвестру и Сильвии «Просите же теперь у нас все, что хотите» Но оказывается, не всегда легко сказать, чего ты больше всего хочешь Сколько не думали Сильвестр и Сильвия А ничего не придумали Словно им и желать было нечего Наконец Сильвестр сказал «Я бы хотел, чтобы хоть ненадолго выглянуло солнце А то в лесу совсем не видно тропинок Да-да, и я бы хотела, чтобы поскорее пришла весна и растаял снег», — сказала Сильвия «Тогда и птицы снова запоют в лесу» «Ах, что за безрассудные дети!» — зашелестели сосны Ведь вы могли пожелать столько прекрасных вещей И богатства, и почести, и слава Все было бы у вас А вы просите то, что случится и без вашей просьбы Но ничего не поделаешь Надо выполнять ваши желания Только мы сделаем это по-своему Слушай же, Сильвестр, куда бы ты ни пошел, на что бы ни взглянул, повсюду тебе будет светить солнце И твое желание, Сильвия, исполнится Куда бы ты ни пошла, о чем бы ни заговорила, всегда вокруг тебя будет цвести весна и таять холодный снег «Ах, это больше, чем мы хотели!» — воскрикнули Сильвестр и Сильвия «Спасибо вам, милые сосны, за ваши чудесные подарки!» «А теперь прощайте!» И они весело побежали домой «Прощайте, прощайте!» — зашумели вслед им старые сосны По дороге Сильвестр то и дело оглядывался, высматривая куропатов И странное дело, в какую бы сторону он ни поворачивался Всюду мелькал перед ним луч солнца, сверкая на ветках, словно золото «Смотри, смотри, солнце выглянуло!» — крикнула Сильвия брату Но едва успела она открыть рот, как снег кругом начал таять По обе стороны тропинки зазеленела трава, деревья покрылись свежей листвой А высоко в синевизме неба послышалась первая песня Жаворонка «Ах, как весело!» — воскликнули в один голос Сильвестр и Сильвия И чем дальше они бежали, тем теплее светило солнце Тем ярче зеленела трава и деревья «Мне светит солнце!» — закричал Сильвестр, вбегая в дом «Солнце всем светит!» — сказала мать «А я могу растопить снег!» — закричала Сильвия «Ну, это каждый может!» — сказала мать и засмеялась Но прошло немного времени, и она увидела, что в доме что-то неладно На дворе уже совсем стемнело, наступил вечер, а в избушке у них все блестело от яркого солнца И так было до тех пор, пока Сильвестру не захотелось спать, и глаза у него не закрылись Но это еще не все, зиме конца не было видно, а в маленькой хижине вдруг повеяло весной Даже старый засохший веник в углу, и тот начал зеленеть А петух на своем насесте принялся петь во все горло И он пел до тех пор, пока Сильвии не надоело болтать, и она не заснула крепким сном Сильвии не снова болтать, и она не закручивается Продолжение следует...